Итак, у нас первый раунд поединка Санжара Адилова против Ариэта Бекишева. Ариэта Бекишева, напомню, что это начало главного карта сегодняшнего вечера. Открывает как раз-таки главный карт эти ребята. Весовая категория до 57 килограмм. Три раунда по пять минут нас ждет в этом поединке. Более того, этот поединок должен был состояться еще в 2017 году, но по разным причинам не смогли провести этот поединок. И сейчас, в 2019 мы с вами наблюдаем это противостояние. За эти два года Санжар Адилов стал чемпионом мира по ММА по любителям в Астане на пятом юбилейном турнире, который проходил в нашей столице. А вот Ариэта Бекишев стал чемпионом организации ВФ Глобал, известнейшей крыгызской организации. Более того, все свои поединки практически он провел в рамках этого промышлена. Санжар Адилов, кстати, не так, скажем, долго сидел в любителях. После извоевания титула чемпиона мира по ММА сразу же перешел на профессиональный ринг. Провел весьма успешный дебют. Затем провел несколько поединков в рамках турниров Абадан Файринг Чемпионшип, Фалька Файринг Чемпионшип и Найзав Файринг Чемпионшип. После чего получил возможность получить контракт с М1 Глобал. Как раз таки дебютный поединок состоялся его на турнире М1 Челлендж 96 против ВАЖи Цептаури. Бой был весьма близким, упорным. Но потерпел поражение в том поединке с Анжар Адилов решением судей. Теперь очередной, в общем так, забег, очередная возможность снова ворваться, ворваться в лучшие промышлены мира. И вот как раз таки дебют в рамках турниров Алаш Прайринг Чемпионшип. Такой же дебют как раз таки и для Риеты Бекишева. Этот поединок пока что выцеливают бойцы друг друга, находятся в режиме разведки. Оба бойца на самом деле достойны друг друга. Если мы говорим о рекорде, то рекорд Санжара Адилова 4 победы и 1 поражение. А вот рекорд Ариета Бекишева. 7 побед и 1 поражение. Причем 6 побед одержаны нокаутом киргизским файтерам. И только лишь раз он проиграл в своей карьере решением судей. Между прочим, свой последний поединок он как раз таки проиграл на турнире в F-49. Также свой последний бой проиграл ей Санжар Адилов. На турнире M1 Challenge 96, о котором я уже говорил ранее. Джефф в исполнении Адилова. Пока что выцеливает. Пазахстанский файтер. Своего заперника. Прессингует. Здорово сейчас пытался пробить левый хук, но промахнулся за Санжар Адилов. Джеб в корпус. Казахстанского файтера. Да, пока никак не отвечает Ария Бекишев на все эти атаки. Пытается пройти сейчас в ноги Ария Бекишев. Пытался провести тейкдаун. И сейчас здорово защищается Санжар Адилов. Да, все-таки является он универсальным бойцом. Теперь сам уже прижимает к сетке своего соперника. 45 секунд до окончания раунда. И этот тейкдаун должен решить, кто же выиграл в этом раунде. Кто же одержал победу именно в этом раунде. Как раз-таки в аккурат окончание раунда нужен тейкдаун здесь. Пока что защищается Ария Бекишев. В захвате удерживают правую руку. Есть все-таки тейкдаун в исполнении Санжар Адилова. Но тут же встает трактвистский файтер. И раунда заканчивается. Ария Бекишев. Ария Бекишев. Продолжение следует... 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 Итак, 29-29, еще 30-27 Адилов и 29-29, еще большинством судейских голосов, НИЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова